МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссер Эльдар Рязанов сделал то, что оказалось не под силу никому другому. Он подарил нам, взрослым, настоящую новогоднюю сказку. Сказку, которая пережила и свое время, и своего создателя. Да, в этом городе ему подворачивается другая женщина. А про московскую невесту он забывает, естественно. А обзаводится новой, ленинградской. Давно уже нет на карте города под названием Ленинград. Нет страны под названием Советский Союз. Нет, увы, и самого Эльдара Александровича Рязанова. Но каждый год, 31 декабря, наряжая елку или накрывая праздничный стол, мы с вами смотрим «Иронию судьбы». У нас такая традиция. Этот восторг его фильмов, восторг от того, что несколько лет в 6 часов вечера, 31 декабря, мы приходили к нему в гости и там засиживались. Но это... Ну, когда вся страна смотрит кино, а мы сидим у режиссера в гостях. Это как-то переполняло нас чувство восторга. Никто бы ничего бы не мог сказать. Подготовить хороший вечер это дело не шуточное. Не беспокойся, товарищ Кавелло. Я и сам шутить не люблю, и людям не дам. Как-то Эльдар Александрович, я пришел к нему в гости, и там у него стоит такая пластмассовая елочка на столе. И он говорит, вот из какого ты думаешь это фильма «Елочка»? Я говорю, Эльдар Александрович, ну, ирония судьбы, конечно же. Он говорит, пацан, это карнавальная ночь. А я родился как раз в этот год, в 56-м году. Так что вот эта елочка моя рамесница была. Рязанов по-прежнему утверждал, что человек может опереться лишь на добро и любовь. Даже тогда, когда все вокруг исчезает и рушится. Но его очередная сказка многим показалась несовременной. Критики в один голос заговорили о том, что лучшие времена Рязанова уже позади. Что режиссер совсем не тот, что прежде. Понятно, что что-то лучше, что-то хуже, но он столько снял, что можно было раздать по одной картине десяти режиссерам. И они бы прожили жизнь счастливо, и их бы помнили очень долго. Эльдар Александрович Рязанов ушел от нас в 2015-м. Нам остались его фильмы. Очень разная, но одинаково наполненная верой в силу человеческой любви. В силу добра, которая всегда побеждает зло. Наверное, он знал, что нам, взрослым, тоже очень нужны сказки. Может быть, даже больше, чем детям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!